здесь у нас образуется такое поле это основная рабочая зона в игре случайным образом выкладываем эти тайлы и потом их переворачиваем это некое подобие 3 в ряд здесь будет у нас с помощью этих ресурсов мы будем строить здания и отправлять их себе в деревню для размещения соответственно тайлов так выкладывается потом карточки начиная отсюда как мы пишем так собственно и двигаемся слева направо так потом вниз то же самое происходит так вот так и это у нас карточка играет тоже смотрите здесь у нас есть диагонали тут h2 вот так вот да дальше у нас есть вертикали горизонтали то есть для собрания для строй построения до вот этого здания нам потребуется два металла один молоток пока это сделать нервы невозможно потому что базовое действие в этой игре предполагает замену мест переменами слагаемых вот так вот местами мы их меняем и соответственно таким образом может что-то собраться то скорее всего так и будет потому что вряд ли порожняком у нас будут ходы протекать вот но я просто так то сделал давай все таки вы будете играть я вам показал как делаются базовые действия в принципе все дальше у нас идет раз различные варианты скоринга как только вы собрали вот этот рецепт да указанный здесь представим что вот так все собрали да вот этот забирается эта карточка вот если денис играл например он кладет и а так вру 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 это у нас особая штука она не кладется сразу город неудачный пример сорян так давайте до забыли лучше возьмем ну что-нибудь вот такое так значит вот выкладывается эта карточка это получается центром города не обязательно центр просто стартовая стартовая карточка за каждую бэшку здесь ты получишь одно очко в конце игры во время скоринга то есть вот этих букв у нас шесть видов это как бы рода слов вот семьи могущественные семьи в этом поселении до 6 главных семей у нас есть каждая их фамилия начинается на эту букву условно это так можно объяснить вот это могут быть символа что угодно ну а то есть так дальше у нас еще в этой игре играет важную роль дорога присоединяя следующий тайл важно продолжать дорогу меня уже нравится продолжать дорогу минимализм и много всего уже тут обратите внимание тут свой скоринг за каждую каменоломню вокруг этой штуки каменоломни это вот такие штучки получается одно очко в конце игры так извини пожалуйста да да порядке да ну вот меня пару минут всего на работе сейчас давайте супер да давайте потом у нас варианции вот здесь вот спасибо все договорились отталкиваясь от того какие здания строят это так ну ладно дорогам вернемся значит мы можем продолжать расширять свое поселение только следуя по дороге то есть просто так как присоединить например у нас бывает с пустырями такие штуки так так то есть ли такие сейчас вот а вот есть да вот так вот вроде как ортогонально присоединяем но так как дороги не ведут сюда так сделать невозможно по диагонали соответственно так выстроить тоже невозможно только вот так следуя дорогам так вы спрашиваете меня когда будете строить или когда захотите что-то построить что это значит я не буду сейчас вас грузить всеми вот этим все в принципе только структуру хода скажи а до структуру хода начинаем с того что мы меняем соседние карточки ортогонально находящиеся по отношению друг другу местами потом в будущем сможете по диагонали это делать ходить конем менять то есть там конюшня есть вот она позволит ходить конем вот так первое и отодвинули до подвинули второе еще и забрали себе после если если построил до забрал бывает что сразу три комбинации собираются здесь вот в центре то есть вы там вот так еще и диагональ собрали все три здания и обращайте внимание пожалуйста пристально на вот этот яркий оранжевый цвет это говорит о том что сразу в город это не выстраивается кладем такие карточки под правую руку для удобства ну там можно бочком так положить это можно разыграть как молоток в любое место на поле после перемещения то есть поменяли местами и положили куда-то эту карту это молоток теперь потом на всю игру мнению забираете обратно и строится каждый ход можно и нет 1 это один раз это один раз а звездочки тут есть они у вас под правой рукой перманентной и в конце только в игры мы их добавим свое поселение вот ну наверное надо начать а ну и последний последний момент очень важный по дорогам еще раз значит если вы все-таки хотите присоединить это здание вот у вас это было этого присоединять у вас тупик образовался это плоховато потому что есть такая опция если вы все поселение соберете без тупиков 10 очков в конце игры получаете если один тупик уже 7 очков 2 тупика 5 очков 3 тупика 3 очка и больше трех это ноль очков вот такой момент так что все-таки есть смысл есть не создавать тупики это мой телефон он всегда да я уже я уже видел как денис делает я запрограммировал это на самом деле просто уходе так ну что погнали так 2 пока ортогонально до 2 камня 2 камня металл ну что давай вот так хопца собрал выложил лучше подожди подожди лучше проверить иногда бывает случайно раз собирается еще что-то но сейчас я не вижу такой вариант по моему нет а как это подожди вот так забираешь и дальше они сдвигаются особым образом так так и сначала вверх потом вниз смотри обратите внимание что ход конем появился он кстати уже собрался но это не значит что ты не будешь ничего двигать обязательно нужно подвинуть что-то чтобы у нас был динамичный рынок расскажем про вот это свойство это сеты то есть тебе нужно постараться разные цвета собрать вокруг этой карты за каждой сетов 4 очка супер так что там я хотел подвигать я хотел вот это подвигать давай вот так сделаем например например мы собираем вот это да прекрасно так и лучше проверить бывает что да это ответ тоже твое но это под правую руку она не выставляется в город до конца игры со звездочкой они только в конце игры выставляют да то есть ты теперь может этот молоточек вот сюда переставить это бревно вот сюда поставить вместо стандартного перемещения это по диагонали причем не обязательно соседние диагонали дальше это линия продолжается что это дает это два очка за каждую красную карту по диагонали чем диагональ идет дальше не только вот это это каждое озеро по диагонали за каждое озеро вообще в вашей деревне а где за каждое дерево ты горишь к нету деревня не говорил за озера говорил здесь озера Вот здесь за каждое озеро, здесь за два, но по диагонали озера должно быть. Ну, от этой карты, да, соответственно? Да, от этой карты. Две диагонали? Да-да, все четыре диагонали. А, ну, то есть... Ну, да, как бы две, да, но они пересекаются, да, получается четыре. Ну, ничего не получается. И еще важный момент. Максимум размер вашего города – это 7 на 5. В длину 7, 5 в высоту, в ширину. У меня ничего не получается. Совсем? Да. Ну, давай просто поменяю, окей. И все, он, получается, ход теряет. Ну, да. Даже если ничего не собралось. Бывает такое. Бывает. Но обычно не больше двух раз за партию. Даже до этого был вообще один раз всегда. Так. Блин, ничего хорошего ты не сделал. Денис, ты понял цель? Три раза за партию сделать так, чтобы ничего не взять. Ну, да. Так, так. Игра идет до последней карты в стопке. Немножко поотправил уже в течение фестиваля, да, в течение конвента. То есть, когда мы должны будем доложить карту, а здесь опустеет колода для этого, то все. Когда невозможно выложить новую карту. Да. Да, я думаю, дерево, камень, молоток тоже нет. Ну, я вижу один. То есть, как часто, да? Нет. Есть дополнительные паки, вот, на четырех игроков. На трех игроков. И есть еще... И есть еще вельможи, которые дают дополнительные задания. Чтобы эта фигура вписалась к проекции в ваш будущий город. Давай так сделаем. Они двусторонние, то есть их много тоже. 12 штук, соответственно, 24. Давай вот так вот сделаем. И по этой диагональке дерево-дерево. А, второй не важен. А, третий элемент не важен. Дерево-дерево. Да, не важен. Дерево-дерево. Так, остальное вроде как нет. Угу. Остальное вроде как нет. Все, все верно. Угу. Так, а тут одно очко за что? За каждую желтую карту вокруг этой карты. За каждую желтую. Угу. Кстати, вот маленькая рекомендация. Вот видишь, тут сложный такой выход. Лучше развернуть эту карту вверх ногами. А. И вот так ее присоединить. Понял. Крутить. Ну, так крутить можно. А, то есть вверх-низ там нет. Поменял. Да, да, надо. И забрал. Вот эту, когда крутишь, меняется направление воскоринга. Угу. То есть это может быть как горизонталь. Если повернешь, то как вертикаль. Так, а что там забрал? Смотри, я поменял и забрал себе еще одну шахту. И у меня, видишь, тут вокруг должны быть шахты как раз. Да, одно очко за каждую шахту. Хороший круг. Ты проверил, да, остальные? А, вот. А, или это сейчас? Нет, нет, это вот. Да, это я двинул. Ты неправильно подвигал? Нет. Это он подвигал и не сутпал. А, ну ты проверял на тот момент, а не было ничего. Все, все, все. Тогда твой год. Угу. 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 Сейчас главное теперь эту структуру не поломать. И еще и забрать. Получится ли так? Камень. Получится. Не-не-не, зачем я тогда поломаю? Ага. Смотри, я могу Г, правильно, походить? Да, у тебя же ход к нему есть. И делаю вот так. Раз, раз. Да, хорош. И я забираю вот эту и забираю вот эту. Угу. Да. Так, а здесь? Мастер. Я ничего больше не забираю. Здесь тоже. Угу. Здесь тоже. Все. Да? Угу. Так. Уставляются новые штуки. Смотри, подскажи по инфографике. Ну, за диагональную синюю карту в любом направлении. А, диагональную синюю и диагональную красную. Все, я понял. Их можно опять же переворачивать. Да, да, да. Тогда мне выгодно сделать вот так. Здесь будет диагональная красная. Здесь диагональная синяя. А тогда тупик. Один тупик, ну, то есть ты получишь на 3 очка меньше. Я понимаю. И мне невыгодно. Но в перспективе, на самом деле, оно может потом окупиться. Ну, можешь наоборот. То есть поставить в пустое место, а потом уже заполнять эти места. Тогда можно не терять этих трех очков. Угу. Вот так. Вот один игрок думает. Пока как разместить. Второй игрок здесь перемещает. Да, поэтому даунтайм сглаживается немножечко. Так, я забрал. Это у меня что здесь? Рядом стоящие. Это по горизонтали. Красный в этом ряду. Так что я все-таки советовал бы это в другом ряду. Потому что здесь много других уже. А у тебя лимит 7 здесь, да? Соответственно, лучше где-то здесь. Вот так вот. Да, логично. Так, и теперь проверяем, что-нибудь собралось ли. Каждый зеленый. Не собралось, не собралось. Зеленый шут. Не вижу. Не видишь, да? Нет. Ничего не собралось. Ну что ж, тогда двигаемся. Раздвигаемся. Угу. А как игра называется? Феврика. Феврика? Ну да, в феврале придумано. Эврика плюс февраль. Феврика. Феврика. Да. Рабочее название. Да, пока. Рабочее название, да. Мы не всегда будем под каким-то видео публиковать. Угу. Пока так. Ну я уже вижу, что здесь офигенный потенциал. Я обожаю игры, где минимум компонентов. Но на них все так устроено. Спасибо. Живо всем по ценам. Что как бы глубина геймплея раскрывается. Хороший сплав механик. Динамичный. Как это там? Лей, лей. Продажный блок. Так, ладно. Давай. Сделаю такой простой вход. Буквы Г. Я и заберу. А, прекрасно. Раз. Блин, смотри, он вот это забрал. Теперь он лидирует. Лидирует. Так, проверочка. Так. Нет. 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 Вот за этим контроль каждый ход, чтобы все там проверить, что совпало. Ну это быстро на самом деле. Когда уже вольешься. Да, мне кажется, что потом будет быстро. Моя игранность, это когда уже будет определенная. Зеленый кинься. Хреново, ну ладно. Так, вот эта штука приносит мне... Могу выложить... Один раз. Один раз ты сможешь как металл разыграть. Но в скоринге она будет участвовать благодаря цвету и благодаря дэшке. Ну то есть она может помочь, в принципе, довольно... И деревом еще, кстати. Я вроде как слежу, что ты угораешь по каменоломням. Вот есть неплохой вариант, например. Да, я вижу, я вижу. Да, пожалуйста, не буду подсказывать. Не-не-не, хорошо, что ты подсказываешь, но я уже как бы его присмотрел. Я его... Я тут медленно ползу к одной карте. Собрал. О, обратите внимание. Это через одну перескакивать. Тут был уход конем, а здесь через одну ортогонально. Ай-яй-яй. Так, давай-ка я посмотрю, что я могу сейчас забрать. Три дерева не заберу. Камень. Ах... А тут чуть-чуть не сошлось. Чуть-чуть не сошлось. Тут не хватает молотка. Нет, это же ты только что хотел. Значит, это как бы недоступно сейчас. Ну, походу, что ничего не совпадает. Ну, ладно. Пожалуйста, пожалуйста. Давай, Никит. Хорошая карта, но я очень долго иду к одной карте. И мне надо сделать вот так. Раз. Есть. Есть. Угу. Так. 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 Ай. Фигня. Я ее забрал. У меня пять минут осталось, если что. Если я начну проигрывать, если я начну проигрывать, то я раньше уйду. А ты просто проигрываешь, поэтому сливаешься. Все с тобой ясно. А, будешь проверять? Извини. Что, что, что? Давай, может, еще что-то совпало? Не, я проверил уже. Нет. А, все, да. Скоринг в конце довольно простой. Начинаем считать от, соответственно, верхнего левого угла. Идем. За это посчитали. За это посчитали. И так далее. То есть, на самом деле, скоринг занимает буквально там... 35 подсчетов. А я не могу ли я, например, ничего не двигать? Или обязан? Обязан. Ты обязан что-нибудь подвинуть. А. Угу. Ну, отлично. Вот эти два тайла подвинул. Так. Прям поменял в корне ситуацию. Переломил. Да. И я вот это забираю, наконец-то. А, возможность двигаться по диагонали. Теперь я могу по диагонали. Вот здесь. Это я твоего коня блокирую. Да, подожди, блокируй. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас придумаем. Да нет. Не хватает. Ладно, мне нужен... Фил, ты будешь доигрывать, короче, за меня. И ты выиграешь. Я на такое не подписывался. Мне на самом деле очень нужен синий. Чтобы тебя не было спасать. А я же ее потом поставлю, да? Я один раз могу заменить там на железо, но я ее поставлю. Да, 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 да. Я не могу. Я делаю. Да, я снова скажу. Да. А как ты ее хочешь собрать? Нет, я просто узнаю. Пока это сложно. Невозможно. Пока это сложно, да. Но потом она сдвинется, там все поменяется и так далее. Блин. Нет, через 3 минуты уже. Да, у меня презентация. Ну, я сейчас, Никита, доходит, я просто уже сразу начну говорить. Ну, в принципе, да, тут вся суть видна, суть ясна. Прям хорошо. Благодарю. Мне кажется, что здесь, если выпускать как модульную игру, типа вот самый простой вариант, потом еще там вот эти вот... Вельможи, вельможи, то в качестве даже с детьми играть и со взрослыми... Я уже тестил, кстати, с детьми. И с детьми. Очень хорошо. Мне кажется, это прям реально хорошо. Блин, слушай. Мне нравится это прям, такую деревушечку собирать у себя прикольно. Оформить это все красивенько. Неприятная ситуация. Единственное, что мне не понравилось, что Никита вот взял вот этот тайл и потом просто очень сильный перевес пошел. Может быть, его как-то... Ты сейчас своим отыграешься. Ну, это да, это вопрос уже от шлифовки. Не пробовал раз в игру тоже его использовать? Неинтересно? Ух. Не слишком это вперед? Преимущество дает? В каких... Нет, пока не было такого на тестах. Не было такого, да, перевес? Да. Сколько тестов провел уже примерно? Ну, так как эта игра февральская, то в феврале только концепция пришла в голову. Вот этот вариант вообще ему полторы недели. То есть тестов было меньше десяти. Давай, просто сделай так, но это ничего не даст. Это я себе на будущее забил. Все. Но это ничего не даст. Ну, блин. Мне нравится. Мочи. Ну, давай, ходик. Заключительные какие-то слова. Ходик. Давай, ходик сделаю еще. Резюме. Так. Два. Два камня. Дерево. Нет. Нет. Ну, тут прям надо думать сидеть. Каждую перепроверять. Конечно. Это игра, которая загружает серое вещество. Ну, есть, смотри, есть как бы игры. Три варианта. Ты усталил укладывание с целями. А что, у меня еще раз ситуация когда-нибудь. Что-то как-то дам. Что-то как-то дам. А ты говори, раз в год такой вот. Саимодействие, вот это прикольно, да, что ты, если, ну, в некоторых случаях даже можешь подставить так ход, чтобы соперника не было. Ну, это, конечно. Ну, ладно, да, тут получается, что я не могу даже с диагональкой. Слушай, ну, мне нравится. Ну, тут отшлифовать надо еще некоторые моменты. А я себе сейчас ход подставил на будущее, который ты не сможешь мне испортить. А, потому что кайфово. Даже с учетом диагональной. Ну, сейчас посмотрим, как ты сыграешь. Ну, я же не могу. Я еще тогда, чтобы тебя испортить, я должен подумать, как тебе выгодно. Но это слишком круто. Если ты возьмешь, как выгодно тебе и не испортишь мне, то мне это прям. Ты сейчас такой, а, ну, я себе на будущее сделаю вот так. Я такой, молодец. Ну, давай, я просто предположу. Давай. Я тебе так испортил или нет? Ты по диагонали поменял? Да. Ты гад. Ну, тут есть, я вижу, уже есть вариации. Причем, причем даже, ой, ты даже хорошо сделай. То есть он сейчас два рецепта может забрать. Нет, ну, это, если я догадаюсь. А так вообще у меня просто задел был под определенную карту, понимаешь? А он меня ее сейчас лишил. Но я могу сделать вот так. Я могу сделать вот так. Потому что вот эта карта мне зайдет. И вот это тебе зайдет. И вот это. Ну, вот, все. ГГВП. Вот это мне зайдет, потому что она дает за рейки. За прудики, да. Но у тебя пока прудик подкатил. Блин. Да нет, при всем желании. Я что-то... Блин. А, тебе еще теперь... Нет. Ну, там есть тупичок. Ну, пять очков тогда. А тупик можно? Ну, типа... Можно сделать. У него сейчас два тупика. То есть это не 10 очков в конце игры, а 5 уже. Мне это вообще не выгодно. И вот так. И это не выгодно. Да это в любом месте. А, ты именно в желтую хочешь? Конечно. А ну, смотри, смотри. Это не выгодно. Вот дорога. А, она же еще и по диагонали. Да-да-да-да. Она же еще и по диагонали защитит. Да, конечно. Вокруг. Блин, кайфово. А теперь красная. Кайфово. Все. Я побежал, да. Ну, последние. Спасибо, Денис. Спасибо, спасибо. Я передам кому надо. Наверху. Так, ты завтра ее возьмешь, ладно? Да, я постоянно с ней. Что ее брать-то? Тут всего 50 карт в игре. Давай я с Денисом Пластининым еще сыграю. Хорошо? Да. Мне нравится. Отшлифуем. Это моя игра общая вместе с Михаилом Александровым. Он завтра приедет. Вместе можем сыграть, обсудить возможные моменты и так далее. О, красота. Такой квадратик симпатный получился. Да кайф. Кайфово. Не, ну, она же дуэльная. Такую вот коробочку выпустить. Три игрока, четыре игрока. Такую коробочку выпустить, ты ее берешь, и у тебя, блин, в одной коробочке просто, ну... Можно ее сделать сначала как дуэльку выпустить, а потом добавить расширение для еще двух игроков. Вот дуэльки лучше не выпускаем. А, все, понятно, хорошо. Слушай, смотри, а три-четыре игрока поле будет больше? Нет. Такое же поле? Такое же поле. Такое же поле. Не, ну, механика три в ряд. Ну, ну, даунтайм. Даунтайм. От этого никуда не деться. То есть, на двоих даунтайм. Не, ну, знаешь, есть игры, написано 2-4, best 2. Да, да, да. Может быть, есть... Здесь best 3, наверное. 2. Кто, best 2? Но только нельзя ее выпускать как дуэль. Ну, понятно, никто ее не будет покупать. Ну, смотри, мы сейчас сколько ходов сделали, грубо говоря? Четыре, по-моему, да, хода где-то? Да вот пять? Нет, ну, там же где-то по две карты выпадало. У тебя сейчас девять карт. У меня по две карты выпадало дважды. Ага, да. Вот. Все, подлежал. За двадцать минут. Ну, за двадцать минут. За двадцать минут мы сделали где-то четыре-пять ходов. Угу. Ну, с учетом, что оно ограничено, можно, допустим, делать... Ты запись выключил или она не может? Можно делать разные уровни, типа, хотите, играйте четыре на четыре королевства. Как в Лоскутном королевстве. Как долго длится до конца ряда? Когда закончится эта колода? Что? Как-то, что? Давайте, все, увидимся. Спасибо. Спасибо.